добрый 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 вечер здравствуйте те кто меня видит и слышат пожалуйста дайте знать что связь есть что вы меня слышите что вы меня видите поставьте плюсики в чат если это так помашить рукой все кто меня видит все кто меня слышат поставьте плюсики добрый вам вечер предновогодний отлично не обошлось у нас без технических неполадок вроде бы все подготовили чтобы впустить большое количество участников в итоге момент когда люди начали заходить платформа стала вести себя страна и так далее сейчас уже мы работаем с тем что имеем и так как можем все кто не попали если по каким-то причинам по техническим или любым другим кто зарегистрировался и не попали на вебинар то запись в любом случае по крайней мере я надеюсь на что запись будет разослана мы об этом по крайней мере договаривались и так далее поэтому будем начинать прямо сейчас для начала там не пара слов совсем да для тех кто может быть не очень хорошо со мной знаком я все-таки скажу немного о себе меня зовут андрей ланд по одной своей специальности актер по другой своей специальности довольно много сейчас в этой области я работаю как тренер как коуч и если первая моя профессия предполагает навык и умение хорошо рассказывать истории собственно о чем мы сегодня зачем мы сегодня собрались на какую тему поговорить то другая моя профессия тренерская она помогает мне вот какие-то неуловимые не очень понятные не очень осязаемые не очень объяснимые феномены переводить на язык технологии мне кажется что это одна из моих сильных сторон по крайней мере я так считаю сам ну и в общем то какая-то часть людей которые у меня учились на тех или иных тренингах или еще где-то говорят о том что это действительно так и собственно говоря сегодня я сегодня здесь мы говорим на тему которую собственно она хорошая для предновогоднего периода она звучит таким образом как магии истории как рассказывать чтобы слушали и покупали действительно история и рассказывание историй это такая штука в нынешнее время что переоценить ее сложно потому что история нас окружает на каждом шаге истории рассказывают бизнесмены для того чтобы лучше продвинуть себя и свой товар истории мы рассказываем друг другу постоянно а вот у меня вчера было представляешь а я тут на днях сходил опроса то есть из истории наши коммуникации наше общение состоит на постоянной основе и в общем неизбежная часть того как мы общаемся друг с другом люди любят истории люди готовы слушать истории бесконечно и если мы умеем эти истории рассказывать если мы умеем брать человека за жабр если мы умеем захватывать его внимание то в общем то от этого очень многое зависит и если мы действительно умеем делать это хорошо то мы перед нами открываются большие возможности в том числе если говорить о бизнес-контексте то в том числе и для того чтобы собирать вокруг себя большие аудитории монетизировать их и так далее так далее так далее но об этом чуть позже а для начала я честно говоря не знаю почему 29 декабря вечером вы решили провести этот вечер со мной меня есть такое предположение что вероятно тема каким-то образом вам откликнулась вероятно она вызывает у вас какие-то собственные вопросы и мне будет очень интересно и полезно узнать я вас прошу в комментариях поделиться несколько слов о том возможно что у вас не получается ли какие вопросы у вас возникают почему вы решили сегодня провести этот вечер со мной почему вы пришли на этот вебинар я буду рад вашим вопросам и медленно как бы видя вашу обратную связь мне будет гораздо комфортнее потому что я все таки по тренерскому своему обычаю и обыкновению привык существовать с людьми в диалоге и поэтому мне ваша обратная связь представляет большую важность и ценность так пока вы мне эту обратную связь даете я надеюсь да и так что вас сюда привело если что то что вас не получается в связи с рассказыванием историю о перейти с общего харизма к пониманию механизма технологии супер отличного собственно говоря сегодня мы этим и займемся я должен сказать что то о чем мы будем говорить сегодня эта тема она является частью большой системы под названием 13 принципов магии которые в общем и упаковывают в себя все вопросы связанные с публичными выступлениями с тем как удерживать зрителя в напряжении как вот затягивать затягивать в себя как в черную дыру одной из моих учениц очень понравилась эта метафора и я теперь ее периодически использую и поскольку мне не удастся сегодня описать всю систему целиком она слишком большая большое количество всего в себе содержит вот как раз маленький раздел касающийся истории того как можно с этим жанром взаимодействовать и как что можно сделать с собой для того чтобы улучшить качество своего воздействия на аудитории вот об этом мы сегодня поговорить успеем мне интересно как бизнес тренинг а опыт и методы для обогащения опыта отлично инструменты стори тэлинга отлично значит что я хочу сказать сегодня не будет такого условно говоря в стори тэлинге и в этой нише есть огромное количество профессионалов и мастеров которые много чего по этому поводу имеют сказать и у которых есть свои методологии свои инструменты я подойду вот как раз со стороны актерской со стороны скажем так того как именно что можно делать с собой что можно делать со своим что называется речевым потоком для того чтобы истории с чего-то проходного незаметного превращалась механизм воздействия и там будут какие-то моменты из классической актерской традиции возможно если вы когда-то имели соприкосновение системой станиславского то вы что-то знакомое для себя услышать если же нет то там будут еще кое-какие моменты из моей тренерской актерской практики которые я где-то вывел методом некого опыта с самим собой какие-то вещи были в результате экспериментов обнаружены какие-то из других источник ну и собственно переходя к содержательной части сегодня мы успеем проговорить про несколько аспектов несколько слоев которые составляют как раз эту магию истории да и магию воздействия истории на слушателя для того чтобы в общем начать максимально предметный разговор я сейчас позволю себе рассказать вам одну и ту же историю в двух принципиально разных вариантов и попрошу вас очень внимательно наблюдать за своими ощущениями своими переживаниями за свои реакции на то как я буду это делать и дальше мы ровно вот из этих двух вариантов одной и той же истории достанем определенную технологию как раз посмотрим как это работает да и история будет вот вот какая значит сейчас будет первая версия этой истории потом вторая версия этой же самой версии первое дело было кажется это была зима девяносто первого я думаю года может быть девяносто второго я уже точно не помню в общем мне было лет пять или шесть и вы с мамой вышли за продуктами уже темно снег и по дороге обратно из магазина я вдруг вижу что за нами увязывается собака удивительно красоты хотя я не помню совершенно породу напомню что какая-то удивительно удивительно красивая была псина и она бежа бежала за нами до самого подъезда и я начал упрашивать маму чтобы мы ее взяли с собой и чего-то как-то видимо я очень хорошо упрашивал и собака это бежала за нами никак не отвязывалась в общем она поднялась с нами на этаж на пятый на четвертый этаж в городе ульяновске это было и я пришел домой в полном счастье в восторге что вот наконец-то вот так вот таким вот счастливым образом у меня появилась собака и мы эту собаку посадили у двери и там чего-то мама с отцом чего-то подносили какую-то еду даже и в какой-то момент я помню что выяснилось что у этой собаки есть хозяин и он пришел за ней и забрал ее и я ужасно расстроился в связи с этим и помню что папа для того чтобы меня привести как-то чтобы переключить мое внимание как-то меня успокоить и утешить читал мне и книжку и эта книжка была приключение робинзона круза даниэль дефо под один способ рассказать историю да я сейчас эту же историю зафиксируйте для себя пометьте для себя как вы что с вами происходило как вы на это отреагировали зацепила вас не зацепила было во мне интересно не было вам интересно я расскажу сейчас эту же историю но немножко иначе зима то ли 91 труд 92 года мне пять лет и уже вечером совсем мы с мамой идем магазин и по дороге обратно вдруг какой-то момент я замечаю что за нами бежит собака и у нее какие-то невероятно умные очень красивые глаза которые меня сразу цепляют и я не могу от этих глаз оторваться я как будто проваливаюсь в этот взгляд умные преданные какой-то меня безусловно любящий я тогда не мог конечно это все описать но я просто вот словил это какое-то ощущение и и эти глаза они они бегут за мной и не отпускают меня я в какой-то момент начинаю маму умолять чтобы мы эту собаку взяли с собой и она добегает до квартиры поднимать с нами на этаж и я в полном восторге от того что вот у меня появилась вот так легко сама прибежала и у меня теперь есть свое домашнее животное свой домашний питомец какой-то вот очень какое-то родное удивительно красивый то который очевидно что она меня любит потому что она бежит за нами последние десять минут по дороге и мы начинаем ее кормить там что-то и какие-то продукты не помню то ли молоко то ли картошку там еще что-то я помню это ощущение счастья от того что у тебя появился вот друг и в какой-то момент я помню что звонок дверь и заходит какой-то совершенно незнакомый мужчина и он говорит что это его собака и мама говорит ну да понятно что же делать ну вот конечно забирайте ваша собака конечно все понятно и он ее уносит и вот передать вам ощущение потери и пустоты которые в этот момент на меня обрушивается я вам не могу потому что секунду назад у меня был друг и только что этого друга забрали и я реву просто как сумасшедший меня я не могу успокоить меня не может остановить ничто то есть меня пытаются что-то как-то отвлекать шутить а для меня шутки эти звучат как просто как преступление тоже меня друг был только что вы мне его забрать и отец берет меня за руку ведет в спальню сажает к себе на колени мы ложимся он кладет меня к себе а он был очень крупный мужчина он с меня рук я сейчас него ростом и тогда он мне казался гигантом просто берет книжку и начинает мне читать сказку даниэля дефо робинзон круза и по мере того как он читает я постепенно успокаиваюсь 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 и когда я совсем успокаиваюсь мама так быстро меня как-то очень резко и строго как-то просит уйти из комнаты и я выхожу из комнаты и вижу сквозь щель двер двери что мама достает шприц какие-то медикаменты и начинает делать папе укол и спустя какое-то время я узнаю уже после того как он уйдет о том что последний год у него страшно болели ноги на фоне сосудистой сердечно-сосудистой болезни у него страшно отекали ноги это была боль совершенно невыносимо для того чтобы он мог заснуть и завтра пойти на работу нам делаем и уколы обезболивающим перец и вот это для меня стало очень важной истории того как можно действовать и как можно себя вести с со своим родным человеком когда вдруг его постигает горе и даже если мне взрослому хочу это какая-то полная ерунда относиться к этому можно очень по-разному ну вот например да и вот вторая версия той же самой истории вот давай теперь разберемся чтобы это да ни на кого не производила впечатление что я здесь решился заняться публичной самотерапии я сделал сейчас некую презентацию давай сейчас поговорим на эту тему вот скажите пожалуйста вот есть нас версия 1 и версия 2 какая версия произвела на вас больше эмоциональный эффект первая история создает впечатление описание со стороны 2 из истории во втором случае много чувств и детали которые цепляют и щемят сердце отлично то есть правильно ли я понимаю согласно ли вы что 2 2 2 версия истории произвела нас больше эффект чем первое если это так то поставьте плюсы в чат или напишите да те кто согласно со мной хочу сейчас услышать вашу обратную связь согласны ли вы что вторая версия истории эмоционально цепляет сильнее чем первое отлично и вот теперь давайте разбираться за счет каких инструментов и это работает и сейчас я вот у нас тут не все по взрослому сегодня даже слайды и сейчас значит то есть поймать поймать найти где она у нас тут лен нужны да нашел значит первые первая идея она общая и она такая предельно генерализованная что если вы хотите добиться сопереживания переживайте сами это означает что если вы относительно своей истории находитесь как бы в стране если она вас самих не цепляет если вас и вам самим в общем уже она не трогает давно прошло отболела и вы на это смотрите как на кино из первого ряда кинотеатра то зацепить этой истории будет очень тяжело соответственно для того чтобы добиться этого эффекта для того чтобы зацепить чтобы заставить чтобы втащить человека внутрь истории это представьте себе что вы как вот как если бы вы погружались вглубь колодца и вам нужно чтобы человек вам туда в колодец спустился вот если вы сами в этот момент на самом дне колодца тогда человек вам туда спустится если нет то нет и теперь для того чтобы в общем понять и ответить на вопрос каким образом добиться вот этого сопереживания каким образом самому себе помочь в глубину этого переживания погрузиться там есть некие некие важные детали момент первый будем сейчас мы двигаться дальше первое что очень помогает здорово для того чтобы самому погрузиться в переживание собственной же истории так называемый временной ключ история происходит сейчас вот заметьте когда я рассказывал вам историю в первый раз то это все было в основном в прошлом времени что когда-то давно мы шли а собака побежала а мы за ней она за нами потом мы поднялись там вот это все произошло тогда и я из момента сейчас взрослый андрей рассказываю про какого-то того мальчик с которым там что-то происходило совсем другая история когда я сам становлюсь тем мальчиком с которым все это происходит прямо сейчас и я из режима реального времени вам достаю свои переживания свои ощущения свое состояние и более того все детали которые у меня возникают они возникают ровно потому что я в этот момент нахожусь в этом переживании я озвучиваю вам просто то что происходит прямо сейчас я ничего не выдумываю я у меня не было я вам клянусь никаких домашних заготовок и никаких нигде конспектов как я буду эту историю рассказывать все что я сделал это я погрузился полностью в эту ситуацию в того маленького андрея в его эмоцию в его событийный ряд и рассказываю вам это как если бы это происходило здесь и сейчас они там и тогда то есть если вы рассказываете историю в режиме реального времени это помогает вам самим погрузиться в нее достаточно глубоко с одной стороны с другой стороны это помогает зрителю погрузиться в вашу историю потому что дальше начинает работать принцип зеркальных нейронов и я слушатель который слышит вот эти вот глаголы в настоящем времени мы идем мы видим мы слышим и вот сейчас происходит открывается дверь заходит человек я смотрю это кино вместе с вами и я полностью туда залипаю сам естественно мне для того чтобы скажем так отстраниться от этой истории мне уже надо сделать от собой какое-то усилие я уже начинаю переживать это вместе с тем кто рассказывает по ходу дела кстати говоря друзья если у вас возникают какие-то вопросы вам нужно что-то прокомментировать что-то до объяснить задавайте эти вопросы и я сейчас в общем здесь ровно для этого для того чтобы этот инструмент вам сделать максимально наглядно максимально понятно и так история происходит сейчас и этим временным ключом использованием истории в реальном времени рассказываю историю в present континьюис то что называется в настоящем продолженном до который вот сейчас происходит вы таким образом помогаете ассоциироваться вот я сказал слово погрузиться в историю самому для тех кто в общем не знаком с языком психологии нлп есть такое понятие ассоциация и диссоциация ассоциированный я когда я внутри истории когда это со мной сейчас я все это чувствую со мной прямо сейчас происходит диссоциация это когда я смотрю на историю со стороны она где-то там на экране кинотеатра моего внутреннего или она когда-то там происходило я просто передаю свои воспоминания если я хочу добиться от зрителя сопереживания мне нужно самому ассоциированное и и рассказывать использовать настоящее время в событийном ряду этой истории и максимально самому погружаться эмоционально в то что происходит у меня была ситуация когда одна из учениц мне сказала что я чувствую что мне очень сложно погружаться в историю потому что я чувствую что в этот момент я становлюсь беззащитный я я боюсь мне кажется что это ну что я я я мне 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 я стану какой-то очень ранимый я не уверена что я готова в таком состоянии оказываться публично должен сказать что да такая опасность есть только если вы это воспринимаете если вы воспринимаете это как опасность другое дело если вы действительно хотите получать выдающийся уникальный незабываемый эффект от своих выступлений от своей работы со зрителем то одним из условий при котором это становится возможно при котором да это то что вы действительно готовы оказаться на глазах у зрителя максимально обнаженными максимально беззащитными и максимально вот открытыми всем ветрам что называется это требует определенной подготовки я согласен с вами это требует определенной смелости и и в общем там в системе вот этой большой 13 принципов магии которые которые которую я всячески сейчас передаю и рассказываю о ней много и обучаю своих учеников по ней в общем там начинается все с того чтобы поначалу я нарастил вот эту внутреннюю смелости это внутреннее разрешение себе быть максимально открытым максимально живым максимально что называется вот с выкрученными всеми ручками чувствительности на полную мощность потому что тогда это становится условием для того чтобы вот на эту живую энергетику до притягивались другие люди если вы используете настоящее время когда рассказываете то это вам помогает погружаться самим еще раз хочу это повторить потому что автоматом когда вы начинаете все глаголы вставить в настоящем времени вы как бы говорите себе что это сейчас это вот сейчас это со мной в данный момент происходит вот эта история прямо сейчас и тогда постепенно вы за счет того что вы погружаетесь и ассоциируетесь ваши детали вот о которых мне сказали здесь да что во втором во втором случае возникают чувства и детали вы их не выдумываете вы их воспроизводить из своего актуального состояния и это очень важно что вот очень часто у людей там на разных конференциях на форумах на выступлениях возникает ощущение от репетированности знаете там вот встречались спикеров которые вот очень хорошо выступают но у вас ощущение что это хорошо заученный текст много раз от репетированный который вот просто от зубов отскакивает и в нем вот вот все уже все известно давным-давно много лет назад было такое у кого-нибудь из вас заодно сейчас это оживим немножко чат отлично у кого-то нет у кого-то был разве что русский сериал такое случается и случается случается в разных контекстах это бывает видно в театре это бывает видно на всевозможных больших бизнес-форумах небольших бизнес-форумах когда человек на сцене блестящих когда путин поздравлять с новым годом отлично есть есть много контекстов где возникает вот этот эффект когда человек хорош убедителен говорит громко не сбиваясь в одет красиво но вот какого-то этого внутреннего вот что знаете когда вас это цепляет за живое и вы хотите этого человека слушать и и очень жалеете когда он уже кланяется и уходит а вы бы еще хотели побыть с ним некоторое время вот этого эффекта почему-то не происходит очень часто это возникает этот эффект ровно потому что те самые детали и те самые переживания они заранее выписаны проконспектированы выучены и выкладываются вам что называется по памяти в совершенно в идеальной отточенной форме такой стиль никогда не приведет вас к вот этому моменту магии владения залом когда вы чувствуете видите и слышите что зрительный зал там в пятьсот мест или в шестьсот мест или в тысячу мест или в сто мест даже это неважно когда зрительный зал дышит с вами в такт боится не то что в телефон посмотреть а боится моргнуть лишний раз и у вас полное ощущение что вы единое целое с этими людьми вот такой эффект возникает только при одном условии если ваше переживание происходит прямо здесь и сейчас вы достаете его из себя и транслируете зрителю это происходит при условии если вы разрешаете себе вот эту полную открытность и честность и что касается одного из ключей которые я уже упомянул да если вы историю которую вы рассказываете вы ее рассказываете из момента сейчас и она происходит с вами вот прямо в данную секунду и далее для того чтобы еще больше помочь вам как работать с истории как жанром вообще с этим вот жанром рассказывание я подготовил для вас небольшую микро структуру которая практически в каждой истории всегда встречается и в моем примере с собакой тоже эта история есть то что я сейчас вам рассказываю это совершенно не мое изобретение в общем это пример система станиславского и из системы станиславского здесь взян подход к тому что называется разбор когда вот мы берем например история вы можете сейчас проделать это с любой истории своей жизни ну не знаю например как вы ездили в отпуск куда-нибудь или как вы устраивались на работу или как вы ходили на свидание или как вы влюбились в первый раз или как вас там как вас обманули в какой-нибудь в какой-нибудь момент очень как-нибудь нечестно и так далее вот любой истории вашей жизни есть внутренняя структуру которую мы сейчас разберем если мы представим что вы когда рассказываете о себе это некий персонаж то этого персонажа в начале истории всегда есть какая-то задача ну вот если взять пример с собакой то у нас была задача мама очень простая мы пошли в магазин за продуктами и мы возвращаемся с продуктами домой у нас задача дойти до дома дойти до дома дальше там приготовить ужин съесть ужинать и так далее и здесь происходит то что называется событие это то что очень сильно влияет на ту задачу которую мы делали до сих пор я вам приведу пример еще проще я сижу дома я вам рассказываю историю я сижу дома и пишу например книжку или статью у меня задача написать две страницы книги или там закончить писать статью в этот момент в комнате гаснет свет это событие которое делает невозможной невозможным исполнение той задачи которую я только что делал вот я специально для вас повесил слайд событие это факт который либо трансформирует нашу текущую задачу либо делает ее выполнение невозможным то есть свет погас я не могу писать дальше книжку или статью мне нужно что-то сделать со светом мне нужно либо пойти найти лампочку либо если я выяснил что лампочки нету мне нужно пойти в магазин за лампочкой и так далее то есть вот происходит что-то что ломает текущую текущее движение вещей и вот этот момент когда событие произошло и моя текущая задача больше невозможно а новой у меня еще нет вот это очень интересная точка в каждой истории которую очень важно не пропускать это так называемая точка ноль это самая вкусная деталь любой истории это тот момент когда что дальше делать я еще не знаю но я точно понимаю что то что я делал до сих пор делать больше невозможно момент когда я встречаюсь глазами с собакой и понимаю что я просто залип пропал влюбился там все что угодно и так далее это тот момент вот ровно это происходит событие которое для меня для ребенка в тот момент делает невозможным реализацию моей изначальной задачи дойти до дома то есть я уже просто вот просто наплевать забыть и идти дальше домой я не могу со мной что-то произошло и я нахожусь в этой точке ноль и я начинаю что-то пытаться что-то сделать собой чтобы понять как мне действовать дальше вот эта точка ноль когда вы рассказываете историю вот эта точка когда событие произошло а нового решения что дальше делать все еще нет это самая вкусная точка в любой истории это точка на миллион долларов если вы послушаете как рассказывают истории действительно выдающиеся спикеры зарубежные я люблю в основном приводить в основном припоминать сейчас зарубежных спикеров и тренеров если не брать прям артистов потому что по какой-то причине они этим владеют и делают это лучше и качественнее и вкуснее и круче чем наши возможно просто потому что они уже убедились в том что это очень сильный инструмент воздействия и достижения своих целей а наши видимо этого еще не до конца поняли прошу прощения если я буду периодически закашливаться еще болею некоторое так вот точка ноль вспомните сейчас те истории которые вы рассказываете на тренингах ли на встречах с друзьями и и вот эту точку ноль там найдите в этот момент это знаете это то что это та точка которую например лев николаевич толстой в своих книгах мог описывать страницами когда персонаж что-то делал 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 куда-то стремился что-то шел чего-то к чему-то добивался куда-то и в какой-то момент что-то происходит и есть хорошая метафора мне ее в институте назвали что событие это нокаут это то что тебя просто вот повергает ступор вот найти на какое-то время и в театре в хорошем театре самое крутое самое ценное и самый вот смак и самый сок это как этот актер будет проживать и проигрывать вот этот нокаут и из этой точки ноль искать выход куда-то что дальше с этим делать и рассказывать истории имеет смысл именно так чтобы вы давали возможность зрителю прожить эту точку ноль вместе с вами если вы рассказывая историю сразу продаете зрителю все как было это потом это потом это потом у меня был полная задница потом потерял все деньги а потом значит я собрал себя в руки и все у меня получилось и стало хорошо и я наконец вот я молодец как здорово вот приходите ко мне на семена если вы это делаете так то вы цепляете примерно никого в этот момент а если вы рассказываете что у меня там бизнес у меня семья то все 5 10 какой-то момент там один из партнеров ведет себя не очень корректно потом что-то происходит потом другое 3 5 10 и вот вот я я понимаю что из денег у меня только долги 2 миллиона завтра мне нужно кормить семью и сейчас через полчаса сюда приедут люди с дубинками и пистолетами для того что просто у меня этот долг выбивать а у меня на гречку для ребенка денег нет сейчас то в этот момент зрительный зал сидит в напряженнейшем молчание и ждет что будет дальше как же ты из этого выпутаешься то что я сейчас рассказываю не называя имена без подробностей это реальная история одного из моих клиенток мы прям работали с ним чтобы вот эту историю сделать так чтобы произвести действительно вот этот вот эффект дымовой шашек такой вот когда гробовая тишина и все в зале думаю только об одном что же будет дальше как же из этого выбраться вот она это точка 0 заходит ли вам и понимаете ли вы то о чем я сейчас говорю насколько вам это отзывается насколько вам это полезно дайте мне пожалуйста обратную связь вдруг это непонятно вдруг вам к вашему к вашей жизни к вашим работе это не имеет никакого отношения вдруг какой ерунду сейчас рассказывают бог узнает я хочу сейчас понять насколько насколько вам это интересно и полезно супер я очень рад итак потихонечку начинаем собирать воедино у нас сегодня три инструмента буквально которые можно просто брать и использовать буквально сегодня завтра в следующий раз когда вы решите кому-то рассказать увлекательную историю захотите действительно добиться вот этого эффекта отвалившейся челюсти и ну а потом а потом а что же было потом вот этого эффекта итак первое еще раз сначала да приготовьтесь прожить эту историю полностью сами от начала до конца в режиме здесь и сейчас а не там и тогда когда бы сколько бы лет ну прошло с момента когда вы проживали всю эту историю рассказывайте ее так как будто она происходит в данный момент и используйте настоящее продолженное время используйте глаголы настоящего времени я иду и вот я вижу а она выходит и на меня смотрит и в этот момент у меня сердце разрывается и так далее первая часть первых два инструмента да погружаемся ассоциируемся сами используем настоящее время два третий момент важный если у вас есть возможность подготовиться заранее подумать о том как лучше эту историю подать разберите ее по вот этому принципу я еще раз вам покажу этот слайд задача события точка ноль новая задача найдите где в какой момент вы какую задачу выполняете что является событием которое мешает не позволяет вам делать дальше свою задачу или как-то ее трансформирует резко вы ее не перепутаете потому что как правило там в этот момент очень много переживаний внутренних когда это что-то происходит это вот действительно эффект разорвавшейся бомбы эффект молнии которая бьет вот здесь в двух шагах от меня и дальше моя задача в процессе рассказывания дать себе и зрителю возможность прожить свое отношение к случившемуся событию прежде чем выдать уже готовое решение что я буду дальше делать потому что если вы даете возможность это все прожить зрителю в режиме реального времени вы ему кино показываете с ним же в главной роли потому что он еще и с вами ассоциируется по принципу зеркальных нейронов и получается что зритель как бы это все с собой проживает кстати говоря интересный момент если вы например рассказываете историю не про себя а про какого-то друга своего или там какого-то великого деятеля государственного или еще какого-то то все то же самое только вы как бы представляете вот как бы это было бы если например авраамом линкольном был я или в инстамом черчиллем или там не знаю генри фордом или или стивом джобсом как сейчас мои друзья любят шутить что сейчас это если на бизнес-форуме историю прости вы джобс не рассказали значит форум не удался каждый считает своим долгом обязательно что он будет рассказать про джобс или как-то на него сослаться но это шутки да я как бы беру этого персонажа и перед тем как рассказать историю от его имени я прям пытаюсь честно представить себя как бы как бы это со мной произошло как бы я воспринял например вот то или иное событие сейчас очень вот любимое возражение в этот момент не но это актеры умеют делать а я то чего вот ребят если у кого-то из вас возникает это мысль вдруг в голове что но это актеры умеют а я то чего я же не актер отловите эту мысль у себя и она довольно токсичная и откровенно вредная просто вот хочется сразу про это сказать что в общем она эта мысль она вам ничем не помогает а мешает она вам очень сильно и мешает она вам ровно потому что эмоции есть у всех людей вне зависимости от профессии церкальные нейроны есть у всех людей вне зависимости от профессии способность проживать сильные эмоциональные состояния есть у всех людей вне зависимости от профессии и более того если вы тренер если вы психолог если вы спикер если это вообще ваша работа периодически выступать публично то это автоматически означает что вы практически актер и дальше вопрос только в том чтобы взять недостающий инструментарий адаптировать его под свою специфику под свои задачи под свою работу и пустить ее себе на пользу потому что если вы научите сделать то что вот сейчас я вам показываю рассказываю то это будет очень выгодно и качественно вас отличать от огромного количества российских бизнес тренеров спикеров и так далее потому что в основном то что я вижу сейчас и то что я наблюдаю это люди в основном которые очень не любят или не умеют или боятся честно погружаться и проживать истории с самими собой в главной роли они предпочитают это рассказывать в легком отстранении в легкой дистанции но благодаря тому что это дистанция за счет этой дистанции погружение у зрителя не происходит происходит интеллектуальное согласие происходит такое легкое вот какое-то общее позитивное настроение но ощущение глубины и обнаженности переживаний которые мы прожили вместе вот его не произойдет оно возникнет только при одном условии если вы сами здесь я вам покажу следующий слайд как аквалангист залезете в максимально возможную для себя глубину и потянете людей туда за собой это требует безусловно тренировок это требует безусловно опыта и практики это вознаградится колоссально и в огромном объеме в тот момент когда вы попробуете это и увидите разницу между тем как было и как стало по поводу точки ноль еще расскажу быстро значит все знают пьесу Ромео и Джульетта Шекспира да? там читали хотя бы раз в жизни правда же все знаменитый в общем текст такой мне кажется кто смотрел или читал Ромео и Джульетту хотя бы раз в жизни отзовитесь пожалуйста вот если вы вспомните текст Ромео и Джульетты с чего начинается текст то текст там звучит примерно таким образом значит просто вот открываешь книгу текст пьесы и начинается пьеса следующим образом выходит хор на сцену в пьесах в старых очень часто одно из действующих лиц это хор в старых выходит на сцену хор и произносит следующий текст две равно уважаемых семьи в Вероне где встречают нас события ведут междоусобные бои и не хотят прервать кровопролитие друг друга любят дети главарей но им судьба подстраивает козни и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни то есть вот если относиться к театру как к чему-то куда я хожу чтобы посмотреть сюжет то в целом можно после этого дальше не читать ну то есть все понятно теперь сюжет рассказали в первой же реплике можно вставать выходить из зала просто после этого потому что все понятно соответственно зачем так Шекспир делает почему это так а дальше есть очень классная подсказка дальше же по тексту по милостиви к слабостям пера их сгладить постарается игра и вот это очень важный ключевой момент потому что в театр и Шекспир это понимал прекрасно люди ходят не за сюжетом в театр в театр люди ходят за тем чтобы посмотреть а как именно вот эти люди вот в этих обстоятельствах будут все это переживать как именно эти актеры эту историю через себя пропустят фактически мы идем в театр для того чтобы прожить вместе с артистами вот эти смену вот этих микро структур которые я вам показал как будут задачи сталкиваться как будет возникать конфликт как будут происходить события после которых будет возникать эта точка ноль и как именно эта точка ноль будет проживаться и как именно люди будут искать выход дальше для того чтобы добраться до финала этой истории кажется мы для этого же воплощаемся очень очень мне нравится эта метафора Оксана спасибо огромное таким образом если вы хотите еще раз и еще раз я возвращаюсь к алгоритму сейчас если вы хотите схватить зрителя за все необходимые части тела и как аквалангист затащить его на глубину переживаний вам нужно во-первых начать проживать свою историю сам самому раз вам нужно один из ключей очень подходящих для того чтобы помочь себе проживать это в режиме реального времени используйте во время рассказывания во время рассказа своей истории настоящее время пусть эта история происходит с вами прямо сейчас в данную секунду разберите свою историю найдите там эти события которые нокаутируют вас как персонажа истории в нескольких моментах и ни в коем случае не пропускайте дайте себе и зрителю прожить этот процесс вот события и дальше вот этот медленный подробный насыщенный детальный поиск нового ответа и новой задачи и тогда если вы соблюдете хотя бы вот эти вот три условия то у вас возникнет вот этот эффект аквалангиста так называемый если хочешь затянуть людей в глубину погружайся сам то тогда у зрителя не будет шансов им придется нырять туда за вами потому что соблазн прожить мощный опыт он слишком велик и люди за этим ходят в театр и вот кто-то здесь упоминал закрой глаза и смотри спектакль где я играл на протяжении пяти лет все так эффект закрой глаза и смотри во многом строится вот на этих принципах и на этих методах которые я вам только что описал в общем то в общих чертах это практически все что я хотел чем я хотел с вами поделиться если у вас есть сейчас какие-то вопросы ко мне то я с удовольствием на них отвечаю и вы можете прямо задавать их уже и сейчас если вам кажется что вот теоретически все в общем понятно но практически что то там есть какие то моменты и вот там не совсем и хочется подробнее с этим разобраться то в общем то я вас приглашаю вы можете так секунду там вы можете записаться к моему ассистенту лени на консультацию я с удовольствием с вами пообщаюсь один на один и мы с вами поговорим о том чем я могу быть полезен вам в любых вопросах связанных с вашим контекстом с тем как вам научиться добиваться такого эффекта сопереживания такого эффекта воздействия на зрительно за скажем так тут как как говорят мои друзья есть несколько способов можно называется медленно долго самостоятельно и так далее если вам хочется сэкономить время если вы хотите взять инструментарий и встроить его в себя максимально быстро то добро пожаловать к елене пишите ватсап и она вас запишет ближайшее время ко мне на консультацию где-то там в первые числа после нового года где-нибудь в районе 3 4 5 числа как раз 31 1 я отдохну и уже где-нибудь там 3 4 мы с вами вполне сможем пообщаться ну что ж кто-то что-то сейчас пишет прямо как я тренирую память отлично интересные пошли вопросы как я тренирую память не совсем по теме никак я на самом деле не тренирую память если не считать того что я стараюсь много читать я стараюсь ну как в принципе это да это тренировка памяти я стараюсь учить периодически стихи и вот это вот заучивание текстов и не только стихи и прозу вот это вот заучивание текстов прозаических и поэтических, это в общем хороший тренажер для памяти, больше никак не тренирует. Как вживается в роль актера, ведь он понимает, что он не роль, а еще если играет мистического бога, ровно вот то, о чем я сейчас сказал. Вот это один из инструментов, когда, ну вот меня теперь зовут не Андрей, а меня зовут Терриасирис, например, или меня зовут Геракл, или Зевс. То, в общем, это, конечно, отдельный большой разговор про то, каким образом происходит вживание в роли и ассоциация, то есть вот это феномен ассоциации и диссоциации, это ровно то, о чем я говорил. Каким образом я ассоциируюсь с ролью, со своей, я начинаю собирать много материала, я начинаю читать, я начинаю думать, я начинаю изучать. Там большое количество есть вот этого подготовительного периода, когда я пытаюсь разобраться вообще, что это за человек или за сущность, как он думает, как он решение принимает, что для него важно, что для него не важно, чем он мотивирован, что у него болит, что он любит, что он ненавидит, как он... И дальше есть, собственно, два подхода. Есть подход по Станиславскому, когда я начинаю танцевать от себя, и я начинаю спрашивать себя, если бы я оказался в обстоятельствах Зевса, то как бы я себя развел? Ну, это ограниченный достаточно, там есть свои сложности в этом подходе, потому что, в общем, тогда выйти за пределы своего представления о себе я никак не могу. Ну, и есть другой подход, есть подход Михаила Чехова, когда я сначала формирую некую форму, и потом потихонечку начинаю эту форму к себе пристраивать. Как эта сущность, или этот человек, или этот персонаж, как он ходит, как он говорит, как он дышит, как у него осанка и спина, что вообще, как у него все это устроено, и потихонечку начинаю пристраиваться, 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 а потом я начинаю брать текст чужой и потихонечку его адаптировать под себя и делать его своим ровно по тому принципу, которому я вам сейчас рассказал, когда вот со мной сейчас происходят вот такие события. Как я буду это переживать? Если я играю короля Лира, как я буду переживать то, что самая любимая моя дочь не хочет мне сказать теплых слов и не хочет разделить, быть одной из тех, с кем я разделю царство? А потом, как я буду каждый раз, когда другая дочь, которая только что сказала, что я для нее самый родной, самый дорогой, самый любимый на свете человек, потом она начинает меня строить, унижать всячески и так далее, и пытаться прогибать под себя, как я буду с этим жить, как я буду с этим адаптироваться, как я буду искать из этого выход, и так далее. Подскажите, пожалуйста, достойных, на ваш взгляд, зарубежных спикеров, на кого стоит обратить внимание. Я очень рекомендую смотреть одного из моих учителей, Фрэнка Пьюсселька. У него есть в Ютубе великолепный семинар, в Харькове он происходил, можете забить в Ютубе. Фрэнк Пьюссельк. Посттравматический синдром и Харьков. Вот так вот. Фрэнк Пьюссельк, ПТСР, Харьков. И вам выпадет семинар, который Фрэнк проводил по работе с посттравматическим синдромом, где первые минут сорок этот чувак гвоздит аудиторию историями, причем историями очень правильно подобранными и блестяще рассказанными, и очень точно выстроенными. И если вы будете внимательны, то вы заметите, какие конкретно задачи и насколько круто он решает и какого эффекта он достигает. Там видно это. Съемка происходит так, что там все очень видно, как меняется зрительный зал, как он начинает себя вести и так далее, и так далее. То есть у каждого актера свой королир, конечно. Конечно. Точно так же, как Гамлетов. Миллионы, я полагаю, уже за все время существования пьесы шекспировской, да, и ни одного повтора. При том, что текст, казалось бы, один и тот же. А Гамлеты все разные. А как потом выгрузиться из этого? Вот это, да, действительно, это очень правильный вопрос, как потом из этого выгрузиться. Это очень важная часть работы после того, как... Собственно, точно так же, как и с тренингом. Провести тренинг и потом выгрузить все это из себя и потом вернуться обратно в физическое тело и оставить роль там, на сцене, а тренинг в тренерском пространстве из группы из себя выгрузить точно так же, как выгрузить персонажа. Это действительно очень важный вопрос. И это часть профессии, это часть ремесла, потому что в противном случае мы выгораем и теряем эффективность и, в общем, представляем собой достаточно грустное зрелище. Ну что ж, на здоровье. Если, я так понимаю, больше вопросов ко мне нет, еще раз повторюсь, что в общих чертах и то, чем я смог поделиться, скажем так, в лекционном, таком вещательном формате я сегодня с вами поделился, если вам этого мало, если у вас есть какие-то личные вопросы, если вам кажется, что хочется, есть с чем поразбираться, уже в более практичном русле, то добро пожаловать. На слайде есть телефон моей помощницы Елены. Она с удовольствием вас запишет ко мне на ближайшую консультацию. Мы с вами созвонимся в WhatsApp, с видео или в Skype и пообщаемся, и поработаем, и определим, что конкретно, чем конкретно я могу вам быть полезен, и как я могу вас довести до того результата, до тех эффектов, которые вы хотите. Ну что ж, на этом тогда я с вами на сегодня прощаюсь. Я вам желаю волшебного, магического Нового Года. Я вам желаю рассказать во время новогодних застольей несколько историй, которые повергнут зрителей именно в то самое глубокое переживание, о котором мы сегодня говорили. Буду рад вашей обратной связи, буду рад с вами встретиться вновь, где бы то ни было, на любых других площадках. С наступающим вас 2020 годом, и хорошего вам вечера. Счастливо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok